Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И, кроме этого, представляет из себя границу двух природных зон, границу леса и лесостепи. Во многом этот фактор в дальнейшем обусловил и историческое развитие данной области. В ту эпоху, когда на Западе и Северо-Западе и Юго-Западе происходило формирование древнерусского государства, исторические сведения о ситуации на территории Окско-Донского водораздела, то есть современной Турческой области, крайне студны. Когда мы говорим о ситуации, которая здесь происходила, мы имеем в виду не политическую ситуацию в первую очередь, а, прежде всего, ситуацию этнокультурную. Потому что для того, чтобы проследить политическую ситуацию, нам необходимо обладать возможным пластом письменных источников. Для восстановления, хотя бы приблизительно в этой культурной ситуации, мы можем опираться на источники археологические, кои у нас благо имеются, благодаря трудам, многолетним трудам моих глубоко уважаемых коллег. Итак, на прошлой лекции, посвященной эпохе Великого Переселения Народов на территории Окско-Донского водораздела Турческой области, мой коллега Алексей Михайлович Воронцов законил свое повествование на финале мощности археологической культуры, которая традиционно ассоциируется с Балским Эдресом. Итак, квадратиками показаны памятники мощности культуры 5-7 века. Это, скажем так, то, что непосредственно предшествовало эпохе, которую формировало древнерусское государство на нашей территории, предшествовало эпохе, и в дальнейшем оказало определенное влияние на эпоху последующую. Итак, местное, традиционно балдское население в 5-7 веке имело достаточно большое количество поселений, территория нашей области, большое количество поселений, имело достаточно развитие по временам хозяйства, но в дальнейшем это население утрачивает свою роль на данной территории и к 8 веку практически с нашей территории исчезает. Имеются только отдельные находки времени 7 века. Как таковых крупных памятников уже остается совсем мало. Большая часть находок, это на поздних именно памятниках, это вот набор керамики, характерный для данной культуры. И наиболее поздние, которые уходят уже в 8-9 век, это традиционные керамические балдские формы, которые обнаруживаются на следующих им памятниках славянских и, собственно, таким образом маркируют связь, которая существовала между традиционным балдским населением и после уже пришлым населением славянским. На этой таблице показан заимствование славянами гончарных керамических форм, которые обнаруживаются при исследовании уже поздних более славянских поселений. Вот здесь традиционные славянские древности, здесь древности балдские и определенный класс керамических сосудов, которые носят в себе черты и балдского, и славянского населения. Чему я более подробно этому остановился? Потому что традиционно в историографии говорится об определенной лагуне между населением балдским и населением пришлым славянским, которое появилось на нашей территории в конце 8-го, начале 9-го века. Так вот, один из моментов, которые помогают эту лакуну заполнить, это вот как раз изучение форм керамики, поскольку формы переходные свидетельствуют о том, что лакуна эта была таким образом заполнена и славянские племена, пришедшие на эту территорию в начале 8-го века, обнаружили здесь не абсолютно необитаемую местность, а имели контакты с малочисленными группами населения, которыми здесь остались. Об этом в пользу этого также говорят изучение гидронимии, потому что крупные притоки реки Ака имеют население балдские, и каким-то образом славянским населением должны были быть заимствованы. Но в то же время мелкие притоки, уже притоков Аки, имеют население славянские, допустим, Уперта, Тулица. Это говорит о том, что контакты были кратковременные и недостаточные для передачи полного массива информации о названиях местных водоемов. А такие названия, как Упа, Угра, Протва, эти названия берут свои корни из языков Балд, потому что это река Упа, и до сих пор в литовском языке обозначает слово река. Но, так или иначе, балдское население активное свое существование на нашей территории заканчивает, и в конце 8-го, начале 10-го века на нашей территории признаются славяне. Что представляли из себя эти славяне? Это население, которое пришло на наши земли, традиционно считается, что с территории Днепровского ливобережья. Вот это территория распространения славян, так называемой Роменской археологической культуры, которые названы по эпонирному памятнику под городом Ромны. Это крупное славянское поселение. С этой территории переселение славян в конце 8-го, начале 9-го века идет по двум направлениям. В Верхнее Подонье и Верхнее Паочье. Традиционно принято считать, что славяне, обитающие на нашей территории в это время, относятся к племенному союзу Вятичей. О племенном союзе Вятичей уже имеются определенные письменные свидетельства. Небольшой абзац в повести временных лет, свидетельствующий о том, что Вятича Радимича и Северо в лесах живяху, один обычай и мяку, едащи всякое нечисто, ащи кто умре по нему тризну творяху, а мертвеца саджижаху, кости судину малую лагаху, выставлявшим в столпе на пути. То есть какие-то моменты об обычаях, похребальном обряде и нравах населения нашей территории в летописи отражены. Кроме того, появляются первые письменные свидетельства о политической жизни Вятичей на нашей территории. Первые упоминания о политической жизни относятся к 1907 году, когда они названы как одни из участников похода Олега на Сареград. В 1964 году во время своего похода на Волгу Святослав обложил Вятичей данью. В 1988 году князь Владимир начал ставить городы вокруг Киева и поселил туда мужей лучше от разных племен, в том числе и от Вятичей. И о Вятичах также говорится во время похода князя Владимира Святославича в 1996 году похода на Вятичей, в ходе которого произошло уже присоединение наших земель к древнерусскому государству. Пожалуйста, здесь отмечены археологические политики, поселения славян на территории нашей области. Как видно из этой схемы, поселение, как и во все предшествующие эпохи, происходило по берегам крупных рек и их наиболее крупных притоков. И в единичных случаях, уже что касается более позднего периода присутствия славян на нашей территории, поселения появляются на совсем мелких притоках, притоках крупных рек. О томографии поселений в целом можно сказать следующее. На наиболее раннем периоде, когда славяне только переселились на данную территорию, наибольшее число поселений представляют из себя поселения открытые, то есть это селища, расположенные на мысах, на берегах рек, или же это поселение, как городище в Супруто-Чокинском районе, когда славяне занимали уже существующие укрепленные поселения более раннего времени, своих укреплений они не сооружали, а вполне довольствовались валом и валом, который остался от укреплений предыдущего валского населения. Однако уже на позднем этапе своего существования, в конце IX века, появляются укрепленные поселения, которые славяне создавали сами. То есть городище, где укрепления крепостные возведены непосредственно славянами, такие как городище Торохова, городище Снерка, городище Гетри, ну и также продолжают существовать поселения открытые типа селища. По сравнению с их, ну можно сказать, предками, живущими в метрополии, откуда происходила колонизация данного нашего региона, видоизменились и жилища славян. Здесь вы видите традиционное жилище VIII века славян Днепровского левубережья, откуда, собственно, и происходила колонизация нашей территории. Оно представляет из себя полуземлянку. Это выкопанная в земле котлован, обложенный деревом, и над ним сооружена крыша, которая покрыта дерном. А печи представляли из себя очаги, вырезанные в ластанце материка, грунта, в котором, собственно, копалась данная землянка. Точно такие же поселения и жилища, и жилища похожие, сохраняются и какое-то время на нашей территории, когда они приходят на территории Верхнего Паочья. Однако со временем вид жилища начинает изменяться. Так, в конце VIII-го, начале IX века жилища имеют еще достаточно крупные углубления. В середине IX века представляется практически наземную конструкцию. В конце IX-го, начале X века представляется себе конструкцию с подклетом, в общем-то, уже сильно напоминающую современную срудную избу, которая до наших дней просуществовала вполне спокойно. Связано это, во-первых, с более суровым климатом, который по сравнению с территорией левобережья Днепра, она более южная, у нас климат более холодный, и с большей доступностью строительного леса. Соответственно, не было такой необходимости дерево экономить и копать в глубокие котлованы. Опять же, изменились печи, и в большинстве случаев представляют из себя очереди, сложенные из камня. Поскольку выходов камня у нас достаточно, да и зачастую материковый слой представляет из себя песок, либо достаточно рыхлых сублинов, и вырезать в нем останцовую печь не всегда бывает возможно. Орудия труда традиционные, ножи, имеющие во все времена двояркое назначение, как хозяйственное, так и при необходимости боевое, серпы, сошники, вполне традиционная вещь, характерная для всего круга славянских древностей того времени, также вполне убедительно говорят о характере занятий местного населения, землетелие вполне себе процветало. Элементы конской упряжи, удела, пряжки на конскую упряжь имеют в большинстве своем аналогии степные, поскольку степные аналогии до конца 1-го, 2-го тысячелетия распространены очень широко, но в основном все, что связано в большинстве своем с конской упряжью, оно в большинстве своем идет, скажем, как от кочевников, а именно с юга. Опять же, стремена имеют широкие аналогии в степене импиеносе, но стремена представляют для себя больше предмет военного обихода, поскольку в мирной хозяйственной деятельности они мало использовались. элементы вооружения, топоры, опять же, имеющие воякое использование в качестве хозяйственных и боевых, наконечники копий, наконечники стрел, тоже вполне типичные для славянских поселений этого времени на территории практически всей Восточной Европы. Украшения, наиболее распространенные серьги из серебряного либо медного, бронзового проволоки, наиболее простые, наиболее характерные для славян носители русской аркологической культуры лучевые кольца, которые большинство исследователей не выделяет, опять же, из ряда селевок. Одно время высказывалось мнение о том, что это так называемые височные кольца, которые нашивались на кусок материи и носили его на голове, но большинство исследователей все-таки склоняются, что это все-таки селия. Опять же, форма их наиболее характерна и типична для славянских поселений этого времени и считается, опять же, таким определяющим принадлежность к определенному клемене. То есть для родимичей, северян, вятичей вот такие селия считаются наиболее характерными. Бубенчики, бусы стеклянные тоже являются типичными славянскими украшениями того времени. Трапециевидные подвески имеют широкие аналогии в древностях хазарских, древностях финно-уборских, но, в общем-то, являются тоже вполне кимичным украшением восточной Европы для того времени. Хозяйственные вещи, керамические, представленные так называемыми массовыми находками пряслиц, это деталь предельного станка, существуют пряслица так керамические, вырезанные из стенки сосуда, заготовки встречаются иногда, тоже сделаны из стенки сосуда. Причем сосуды выбирались чаще либо балские, либо сосуды, осколки сосудов импортных, где тесто было наиболее качественным, наиболее плотным. Также существует набор так называемых шиферных пряслиц из овручского шифера, которые также имеют широкие аналогии среди древнерусских вещей. Центром изготовления считается овруч в Беларуси, где месторождение шифера розового достаточно обширное. Они доживали до XIII века, но потом их производство прекращается в ходе аналогового нашествия. Изделия из кости достаточно распространены, это печи-лыки для плетения из лыка, острогалы, которые имеют функцию игральных костей, очевидно, для игры в бабки, имеют орнамент, носички, которые каким-то образом использовались в игре. Это костяные амулеты и вот такой антропоморфная фигурка из кости. Наверное, представляется либо игрушку, либо какой-то культивый предмет. Предметы торгового назначения, клады и единичные находки так называемых куфических дирхемов, которые были распространены на Востоке, на территории Восточной Европы, на территории Западной Европы. Это серебряные арабские деньги, династии Алиядов, Аббасидов представляют из себя, почему они называются куфические, потому что надпись на них сделана с использованием так называемого куфического письма. Если можно такую аналогию привести, как в древнеруских письменных памятниках использовалось уставное письмо, то это можно сказать арабское уставное письмо, которое потом уже в XIII веке сменяетесь письмом скорописным, а вот на монетах этого периода, да, вот такие каллигартические уставные арабские надписи. Изображения они не имеют, и надписи обычно обозначают год и в чеканке, и имя правителя, когда они, собственно, не чеканились. Определён набор весовых гирек торговых, обнаруженный на городюще супрукты, о которых у нас в дальнейшем с вами пойдёт речь, опять же, вот, говорит о занятиях населения, что в том числе и торговля тоже, собственно, велась. Изображения на них также, скорее всего, обозначают их номинал, то есть их непосредственно вес. Самые массовые находки данного периода на славянской памяти понятна керамика, фрагменты и целые формы встречаются повсеместно. Славянская посуда того времени в большей своей мере представляет горшки вытянутых форм, вот такие горшки вытянутых форм, конической формы с отогнутым наружу венчиком, с толстыми грубыми стенками, из глины с примесью песка, толчёного камня и так называемого шамота, то есть ранее разбитых и измельчённых фрагментов других сосудов. Здесь прослеживается значительное отличие от славян Днепровского и Люббережья, от которой, собственно, происходила галмонизация в нашей территории. Дело в том, что формы сосудов ничем не отличаются от формы сосудов славян Днепровского и Люббережья. Однако орнаментация на сосудах славян Паочья представляется наиболее скудной по сравнению с орнаментацией сосудов Днепровского и Люббережья. Дело в том, что там сосуды насчитывают около 50 различных орнаментальных мотивов, вот они изложены в этих таблицах. А вот все орнаментальные мотивы, которые используют на своих сосудах славяне с нашей территории. Как вы видите, всего 4-5 орнаментальных мотивов. Пальцевое давление и несколько вариантов верёвочного штампа. С чем это связано, сложно сказать, но очевидно, это утрата орнаментальной культуры вдали от очага колонизации. Это основные черты материальной культуры славянского населения, которое в тот период находилось на территории нашей современной области. Итак, мы сейчас с вами уже поговорили о двух этнических образованиях, которые на территории нашей области существовали. Это балты, остатки населения до славянского, то есть это конец 7 века, и какие-то остатки населения в 8-м начале 9-го. Мы поговорили с вами о славянах, которые представляли себе здесь этническое большинство, и которые появились в конце 8-го, в начале 9-го века, каким-то образом контактировали с местным населением. Но существовали и ещё некие этнические единицы, следы существования. На славянских памятниках встречаются в определенном количестве сосуды так называемого волонцевского типа. На территории Непровского улебережья они встречаются в гораздо большем количестве и представляют собой следы существования населения, отличающегося от населения славянского. Здесь мнения исследователей разлятся. Кто-то считает, что это также население славянское, но, скажем так, отличающиеся в родоплеменном отношении от славян, относительно родственской культуры. Но большую часть исследователей склоняются к тому, что это следы так называемого аланно-болгарского населения, то есть население южного населения, имеющего больше отношения к кочевникам. На муке маланны – это предки, далёкие современные осетины. Данные сосуды отличаются тем, что, во-первых, они изготовлены с применением кончарного круга и имеют характерную форму. То есть это форму сечёного конуса с достаточно высоким прямым венчиком, что для славянного времени не характерно. Однако на нашей территории такие формы сосудов встречаются в их лепном варианте. То есть, опять же, что может свидетельствовать о том, что часть населения аланно-болгарского облика пришло сюда вместе со славянами и частично утратило свою технологию, поскольку находилось здесь в очень малом количестве, но форму сосудов не утратил, и, собственно, продолжали изготовлять их и без применения кончарного круга ту форму, к которой они, собственно, привыкли. Следующая весьма крупная этническая единица, которая оставила свой след на территории нашей области, это так называемое население салтово-маярской культуры, которое традиционно сказывают с казарским коронатом. Казарским коронатом от нашей земли, которые населения в Славяне, от Славяне в Верхнем Подоле, от Славяне левопережного Днепра и территория Казарского короната. Что, собственно, здесь забыли Казары? По мнению современных исследователей, именно администрация Казарского коронатом была инициатором переселения сюда населения славянского с территории Днепрорского левопережья. Для каких целей это было необходимо? Это было необходимо, прежде всего, для поддержания функционирования торгового пути из варят-греки. Известно, что торгового пути из варят-греки имел несколько вариантов и один из вариантов, восточный вариант, как раз проходил через территорию пульской губернии современной. Проходил он по Аке, Упе, Ака, Упа, Шат, Ивано-зеро, Дон, Черная Мольфа. Для того, чтобы торговый пульт функционировал, разумеется, здесь было необходимо достаточно плотное население для того, чтобы поддерживать его рабочее состояние, потому что необходимо было охранять торговый путь и купцов, которые здесь возили товар, необходимо было ремонт кораблей, снабжение, продовольствие, совершать какие-то мелкие торговые операции, а необходимого населения, как мы уже говорили, здесь не было, потому что валки, которые здесь остались, представляли из себя уничтоженно малые группы населения. Соответственно, для поддержания функционирования сюда переселили славян. Кроме того, одним из предполагаемых функций, которые здесь должны были выполнять население, это функционирование так называемых Волоков. Это транспортирование судов либо по суше, либо по несудоходным рекам, что значительно сократило бы длину торгового пути, если из Оки сразу пускать сюда через реку Осетр, дальше через Шад сразу выходить на Уку и через красивую меч попадать в дом. Казалось бы, затея фантастическая, потому что переволокивать сюда по суше занятие достаточно сложное, но существуют свидетельства, но относящиеся, конечно, не к этому времени, а к уже 14 веку. Согласно описанию, диаконам Игнатием Смоленским путешествия из Москвы в Низовье Дона расстоянием в 140 верст от Оки до Дона было пройдено всего за 4 дня. То есть, на самом деле, такие транспортировки судов по сухом, Донголоком, она была, в общем-то, отработана и представляла из себя вполне возможное дело. Опять же, вернемся к городищу Супруты, который является наиболее крупным и интересным славянским поселением на нашей территории. Данное городище находится как раз на пути следования данной торговой магистрали и характерно тем, что представляет из себя поселение не обычных славян, которые занимались сельским хозяйством, а представляет из себя поселение группы вооруженных людей. То есть, очевидно, является собой некий административный центр, который занимался контролированием и охраной данного участка торгового пути и осуществлял властные функции на всей данной территории. большинство находок связанных с военным делом как раз приходится именно на Супутское городище. В то же время на нем не обнаружено крупных хранилищ зерна, которые представлены на большинстве славянских памятников на нашей территории. Соответственно, это наталкивает на вывод, что активным сельским хозяйством на данной территории люди не занимались. тот факт, что данное поселение одним из первых впоследствии подверглось военному раздробу, свидетельствует о том, что именно оно являлось, можно так сказать, невластной столицей данного региона в то время. Здесь на данной карте представлены рубочками обведены те самые поселения, на которых обнаружены следы пребывания будем так называть казахского населения. И что интересно, что данные поселения они как раз находятся на пути так называемых как выразиться лучше волоков, да, на пути так называемых волоков, предполагаемых. Там, где путь водный переходил в путь сухопутный и свидетельствует ли это о чем-нибудь сложно сказать, но вполне возможно, что население хазарское и представители осуществляли контрольную функцию за этим весьма непростым в своем процессе. фрагменты фрагменты сосудов находятся они и в славянских постройках, что вполне допустимо, так как такая посуда вполне могла быть предметом импорта. так же существует на поселениях Уткина или на поселении Щуча, последние несколько лет исследует мой коллега Евгений Олегович Володин, существуют отдельные комплексы, содержащие только материал салтовского типа, что вполне может свидетельствовать о том, что не только импорт происходил вещей посуды, но и собственно население определенное здесь искусство. Кроме этого нахождение достаточного количества наконечников стрел лопастных степного облика обнаруживается на славянских поселениях, что также вполне может говорить о достаточно активности населения Хазарского здесь. Фрагменты амфорной керамики тоже относятся к тому же кругу древностей. То есть смысл заключается в том, что население Хазарского фаграната осуществляло здесь административные функции и собственно функционирование торгового пути было их главной задачей для чего собственно и использовалось присутствующиеся здесь переселенное сюда славянское население, которое как раз находилось в зависимости от Хазарского фаграната. И летописные источники об этом уже говорят, на вопрос кому дань платите, Хазарим платят. И отчет оплатили дань Хазарам. Судьба населения славянского на данном этапе достаточно трагична. Городище Супруты, которое являлось административным центром, как мы уже выяснили, славян данной территории было уничтожено в ходе военного разгрома, причем уничтожено оно было не кочевниками, которые в это время появляются так называемые печенеги, которые в том числе нанесли серьезный урон Хазарскому фагранату, но поскольку разгром данного населения производился с реки, а кочевники печенеги подобным образом военным действием практически не верили, да и в лес кочевники тоже особо старались не ходить, да и собственно стрелы, которые были обнаружены при Ростовке Супрукского гранища с нападавшей стороны относятся больше к древностям северного облика, то есть здесь следует предполагать, что русские дружины в составе которых был скандинавский мощный элемент, для того, чтобы перерезать Хазара торговый путь и предпринимают сюда военный поход, вследствие чего уничтожены городящие Супрукты, вследствие чего большинство памятников на данной территории славянских погибли в ходе пожара, такого раздрома конечно в Супруктах там не наблюдается, абсолютно был обнаружен 111 костяков прямо на гранище жителей убитых при штурме. На прочих памятниках подобной ситуации не наблюдается, но очевидно, зная о том, что центр разгромлен, население просто покидает свои поселения и потом они уже видимо сгорают в ходе карательной экспедиции. Ну опять же не стоит забывать, что помимо балского, славянского, аланоболгарского и хазарского этнических элементов присутствует еще один этнический элемент, вряд ли он представлял собой какие-то группы населения, но скажем так, скандинавские древности они обнаруживаются на славянских поселениях в достаточно обширном количестве, для местной территории достаточно обширное количество, потому что вещи это хорошо датируемые и вещи статусные, черепаховидная фибула, вот такой замечательный крючок в виде головы змея, фрагмент конской упряжи, фрагмент браслета, все они имеют прекрасные аналоги среди скандинавских древностей 9-11 лет. Скорее всего, эти вещи представляют из себя предметы импорта, которые были на данной территории привезены и использовались какими-то местными дружинниками или даже вождями в своем туалете, но никаких свидетельств в присутствии здесь скандинавского населения, как, допустим, в том же гнездах, в гнездах экологичных облик в Смоленске, где и сосуды, и жилые постройки, да, действительно, говорят о том, что там классно селение было лучше. Здесь нет. Но отметить это необходимо, да, такой этнический элемент здесь тоже присутствовал. На самом деле, та эпоха, она была очень мобильна, и в наше представление о том, что люди жили обособленно, каждый в своем углу, они, в общем, не очень верны. Меньше было, конечно, средств передвижения, но меньше было и барьеров, которые нас имеются сейчас. Так что и торговля, и культурный обмен, и обмен товарный был весьма активным. Поэтому, еще удивительно, что какие-то вещи не характерны для данной территории сюда попадали. Ну и так, подытожим, что мы имеем в итоге. В период формирования древнерусского государства на территории современной Труйской области происходило следующее. Первое. Здесь произошло исчезновение так называемого местного населения, населения Балска, выносители имущества и культуры. Исчезновение произошло не в ходе военного вмешательства, а в ходе каких-то причин естественных. Нам, к сожалению, неизвестно. Население каким-то образом, каким-то причинам непонятным отсюда стало уходить. И памятники, которые они оставили, пришли в запустение. Это все произошло в конце 7-го, начало 8-го века. После этого около 100 лет на протяжении 8-го века здесь существовали мелкие разрожденные группы Балского населения, о чем мы уже говорили, о чем нам свидетельствуют следы контактов между славянским пришел населением и местным Балским населением. После этого в конце 8-го, начале 9-го века начинается массовый исход из Днепровского левобережья славянского населения, носителей ровенской культуры. Вместе с ними оттуда же приходит часть населения Алана-Волгарского облика, носителей так называемой волонцевской культуры. Это скорее всего происходит по необходимости Казарского Каганата на Алане функционирования обходного варианта Днепровского пути Окс-Казанского и до конца 9-го, начало 10-го века здесь существует славянское население. После чего для того, чтобы уничтожить функционирование торгового пути и навредить казарскому Каганату происходит военный разгром данных территорий, теми же славянскими племенами, которые находились в подчинении у Киева, очевидно, одна из версий. После чего здесь данная территория снова безлюдевая, памяти становится гораздо меньше, население реже. И потом уже в ходе походов князя Владимира Святославича данная территория присоединяется в XI веке данная территория присоединяется к Древнерусскому государству и начинается уже следующий период исторический и хриологический период Древней Руси. Ну, об этом уже расскажут мои коллеги по этому периоду специалистов. Благодарю, слушаю ваши вопросы. Спасибо.